В эфире Ларта итоговый выпуск новостей. Все, чем запомнится уходящая неделя. В студии Виталия Куликова. Здравствуйте. Сначала коротко о главном. Мы планируем вместе с Мосводоканалом и правительством Московской области, СМИ ЖКХ, завести сюда Московскую воду. О проблемах насущных. Глава округа Владимир Ружицкий встретился с жителями, чтобы ответить на все волнующие вопросы. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения в Московской области. Целенаправленность социально-информационно-пропагандистской кампании некуда спешить. Госавтоинспекторы рассказали журналистам об итогах своей работы и новых социальных проектов. Депо было им, наверное, необходимо. Расположение очень правильное. Также депо очень хорошего качества. Теперь до спасения рукой подать. В Малаховке открылось пожарное депо номер 231. Люберецкое учительство – оно одно из самых мощных в Московской области. Это абсолютно правда. Я за это вам говорю искренне спасибо. Учитель – не просто профессия. Люберецкие педагоги отметили свой профессиональный праздник. Большая ежегодная премия гимназии «Признание» включает памятный знак, сертификат и денежное вознаграждение. «Признание» получили педагоги и ученики гимназии номер 16. Талантливых и выдающихся отметили наградами и призами. Бюджетникам повысят зарплату. Гостиницы и хостелы уйдут из жилых домов. А на балконах запретят использовать открытый огонь. Эти и другие важные законы и нормы вступают в силу в октябре. На 4,3% проиндексируют зарплату работникам бюджетных учреждений, не вошедших в майский указ президента России. Речь идет об организациях социальной сферы и науки, медико-социальной экспертизы и других. Так, зарплату повысят примерно 2 миллионам человек. Изменились противопожарные правила. Запрещено использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Курить можно, но если по вине курильщика произойдет воспламенение, гражданина привлекут к административной ответственности. Что делать в случае пожара, будут теперь рассказывать и перед сеансами в кинотеатрах. А в больницах детей и тяжелобольных станут размещать преимущественно на первом этаже, чтобы облегчить доступ к выходу. Теперь в жилых помещениях домов нельзя содержать гостиницы и хостелы. Причина – жалобы жителей на шумных постояльцев и прочие неудобства. Водители смогут оформить ДТП по Европротоколу без участия полицейских, если материальный ущерб составит 400 тысяч, а не 100, как раньше. Ну а у участников аварии не будет разногласий на этот счет. Подготовку к холодам и итоги минувшей недели обсудили руководители структурных подразделений и управлений администрации на еженедельном оперативном совещании. Что еще произошло в округе за семидневку, узнаем из нашего сюжета. В прошедшую неделю в межмуниципальное управление Люберецка обратились 1700 граждан. По данным обращения возбуждено 37 уголовных дел, из них 33 раскрыты по горячим следам. Также было 180 ДТП с 10 пострадавшим. Такой выдалась неделя у люберецких правоохранителей. Неспокойно обстояли дела у огнеборцев. 42 выезда по сигналу тревоги и ликвидация трех возгораний предстояло пожарным. Один пожар произошел на территорию городского куба Люберца 24 сентября. Входная дверь в квартиру по адресу Люберца, Хлебозаводской, проезд, дом 9. 20 сентября в округе стартовала подача тепла. На сегодняшний день батареи горячие почти во всех домах и социальных объектах. Исключение составили 8 домов Малаховки, но и их обещали подключить к теплоснабжению в ближайшее время. В первом случае капремонт проводит подрядчик теплосети ООО «Тепло». Они монтируют теплосеть. Котельная затоплена, но теплосеть вот сегодня сдастся и будут подключены эти дома по Быковскому шоссе, вернее. А по пяти домам по улице Чайковского, там компания ООО «СКУ» подписывает договор с Раменской теплосетью на подключение пяти домов. Вот до обеда обещают включить. Активно готовятся к зиме и компании, занятые обслуживанием дорог. Глава округа поручил им ответственно отнестись к этой работе. Результаты подготовки Владимир Ружицкий оценит лично в октябре. Текущими работами на прошлой неделе были заняты управляющие и подрядные организации. Ежедневно проводилась уборка городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 92 единицы спецтехники, задействовано 995 человек. Продолжаются работы по улице Звуковая. Благоустройство выполнено на 65%. Срок завершения 31 октября 2019 года. Для вывоза твердых коммунальных отходов в Люберецком округе задействовали 48 единиц техники и 79 человек. За неделю вывезли почти 30 кубометров смешанного мусора и 700 кубов сухих отходов. Анна Троян, Алексей Андреев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. На этот раз она прошла в поселке Октябрьский. Совместно с представителями администрации и руководителями структурных подразделений он ответил на вопросы жителей. В начале глава округа рассказал собравшимся об итогах работ по благоустройству дворовых территорий, установке детских игровых и спортивных площадок, а также новой хоккейной площадки на стадионе Балятина. После поговорили о проблемах насущных. На этот раз жителей особо волновало качество воды в Октябрьском. Мы планируем вместе с Мосводоканалом и правительством Московской области с Минжикаха завести сюда Московскую воду. Одна из самых болезненных во всех смыслах этого слова тем – здравоохранение. Старая больница была построена еще в 2010 году. И амбулаторное, кстати, здание тоже соответствовало маленькому поселку, но не как-то сегодняшнему. Сама территория амбулаторного лечения очень маленькая. В конце марта этого года, 2019-го, решение принято о проектировании и дальнейшем строительстве поликлиники на 450 посещений, которая будет находиться на границе между Островцами и Октябрьским. Еще один злободневный вопрос в адрес здравоохранения – отсутствие в поликлиниках многих специалистов. Но, по словам медиков, эта проблема решается. Мы знаем, что есть и проблемы с педиатрами, и проблемы есть и с терапевтами. Я постараюсь сделать для вас возможное все, чтобы был организован прием по тем специальностям. Жители Октябрьского выражали недовольство и работой 23-го маршрутного такси, водители которого не принимают карту «Стрелка» и подают машины с большими интервалами. Также жаловались на работу управляющих компаний. Все вопросы взяты в работу под личный контроль главы. Очередное заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберце. На повестке дня у народных избранников стояло пять вопросов. Подробности у Анны Троян. В начале встречи стало известно, что ряды Совета депутатов Люберец покинул народный избранник Андрей Хромов. У нашего соседа Районского района проходили выборы всех депутатов округа. И Андрей Анатольевич победил на этих выборах от партии ЛДПР. Поэтому он принял решение работать теперь всех депутатов городского округа. На заседании депутаты утвердили внесенные изменения в правила землепользования и застройки территории Люберецкого округа. Учитывая пожелания жителей, озвученные на публичных слушаниях, был сформирован окончательный проект документа. Изменения, которые позволяют решить основные социально значимые задачи, это на сегодняшний день, вы знаете, реконструкция 59-й школы, Также реконструкция 56-й школы учитывается, организация новых спортивных сооружений. Также здесь заложили развитие Центрального парка, Наташинского, Криневского карьера. Также народные избранники утвердили генеральный план городского округа. На его общественных обсуждениях, которые состоялись в 22 населенных пунктах, Люберец поступило более 100 предложений от жителей. Основные вопросы были рассмотрены, это улучшение транспортного обслуживания, сохранение регуляционных территорий. Все поступившие предложения рассмотрены на рабочих комиссиях Советов депутатов округа и в МОСОБО в архитектуре. Проект генерального плана согласован всеми министерствами и ведомствами Московской области. Кроме того, депутаты утвердили новый порядок увольнения лиц, совмещающих муниципальные должности органов местного самоуправления. В округе на одну незаконную постройку стало меньше. Принудительный демонтаж павильона состоялся на Егорьевском шоссе. По решению суда здание было признано самостроем. Его владелец не соблюдал правила и теперь ощутил удар по карману. Суд дал предпринимателю время на добровольный демонтаж постройки. Этим правом собственник не воспользовался. Теперь ему придется компенсировать администрации средства, затраченные на снос. Это не первый павильон, попавший под ковш спецтехники. Администрация методично проводит проверку объектов придорожного сервиса и выявляет незаконные постройки, которые подлежат сносу. Пожарная часть номер 231 стала ближе к жителям Малаховки. В поселке заработало новое пожарное депо. Объект долгожданный. В Люберецком округе станция возведена благодаря губернаторской программе «Безопасность Подмосковья». Я сама пострадала от пожара 20 лет назад. Машины не успели приехать, и мы 4-7 сгорели дотла. Поэтому для нас это пожарное депо просто настоящий подарок. Время больше не сыграет злую шутку. День открытия пожарного депо разделил историю поселка на до и после. Позади осталось время, когда местные жители томились в ожидании спасателей из Люберец. Теперь малаховчанам до спасения рукой подать. Те подразделения, которые имелись, они не в полной мере обеспечивали безопасность жителей Подмосковья. В соответствии с программой губернатора Московского области Андрея Юрьевича Воробьева, безопасность Подмосковья была запланирована и сейчас выведена новое совершенное депо, которое всем требованиям технологическим и в том числе по безопасности прикрытия данного района соответствует. Работать будет комфортно. В депо оборудованы учебные классы, комнаты отдыха, тренажерный зал. В его арсенале две пожарные машины. Строительство и оснащение станции обошлось почти в 15 миллионов рублей. Депо было, наверное, необходимо. Расположение очень правильное. Также депо очень хорошего качества, очень новое, комфортное, как и для самой работы, так и для проведения различных тренировок. Пожарное депо в Малаховке станет новым рабочим местом для Бориса Ерохина. Вместе с ним здесь будет трудиться 41 специалист 231-й пожарной части. Под их ответственностью безопасность 25 тысяч жителей Люберецкого округа. Я искренне хотел бы, чтобы пожаров на территории нашего городского округа не было, а вы бы занимались бы профилактикой, разъяснением и просто повышали бы свою боеготовность, свое мастерство, профессионализм. За время работы программы «Безопасность Подмосковья» в регионе возведено более 80 пожарных депо. В этом году открыто две станции. Запущено строительство еще пяти. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Экстренные службы округа присоединились к всероссийской тренировке по гражданской обороне. Спасатели отработали действия при чрезвычайных ситуациях. Экзаменом для них стал условный взрыв бытового газа в жилом доме. Произошло обрушение. На втором и третьем этаже обнаружено пострадавшее. Приступаем к эвакуации пострадавших. Обрушение и перекрытие. 11 погибших, 14 пострадавших. Таковы последствия взрыва бытового газа. К счастью, авария – это только легенда учений люберецких спасателей. Чрезвычайная ситуация вымышленная, но ликвидировали ее в полную силу. На место прибыли сотрудники оперативных и коммунальных служб. Такие тренировки – неотъемлемая часть их работы. Без этого мы просто не сможем ликвидировать чрезвычайные ситуации. У нас они проводятся не менее одного раза в месяц, а то и два, и три раза по необходимости. Отрабатываются конкретные вопросы, именно взаимодействие всех служб. Тренировки всероссийского уровня проводятся реже. Их главная цель – оценить уровень подготовленности спасателей страны. Итоги учений в Люберцах подведут на общем построении. Спасателям предстоит обратить внимание на недочеты и сделать работу над ошибками. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В межмуниципальном управлении отдела ГИБДД России Люберецкая прошла пресс-конференция. Руководители госавтоинспекции рассказали журналистам об итогах работы за третий квартал 2019 года, а также о проведении в округе новых социальных компаний. Подробности у Марии Кузьмичевой. 717 ДТП, 124 погибших и 910 пострадавших – такова статистика Московской области за 8 месяцев. Каждое пятое нарушение – превышение скоростного режима или несоответствие скорости к конкретным дорожным условиям. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения в Московской области целенаправленной социально-информационно-пропагандистской кампании «Некуда спешить», которая проводится с 1 октября по 1 ноября текущего года. В рамках этой кампании будут проводиться мероприятия, такие как тематические массовые флэш-мобы, конкурсы, беседы, викторины, открытые уроки с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и студентами. Быть внимательнее на дороге придется и водителям общественного транспорта. По их вине в этом году произошло 27 ДТП. Пострадали 39 человек, 4 из которых – дети. Мы сейчас проводим мероприятия, такие как автобус, «Держись за порчень», для того, чтобы непосредственно довести эту информацию также до водителей, чтобы они крайне осуществляли перевозку с особой осторожностью. С 1 октября изменились правила организованной перевозки группы детей. Теперь все автобусы оборудуют ремнями безопасности. Во время поездки дети должны быть пристегнуты. Им запрещается самостоятельно передвигаться по салону автобуса. Ответственность за них лежит на сопровождающих. Также скорректирован перечень документов, необходимых для осуществления организованной перевозки групп детей. Водители многодневных поездок обязаны иметь при себе список мест размещения для детей и отдыха в ночное время. Toyota, Kia, Hyundai. Такие марки автомашин угоняют чаще всего. И именно в ночное время. С начала года с территории Люберецкого округа похищено 78 автомашин. Большинство транспортных средств угоняют у нас с территории именно от дома жильцов или временной парковки. Мы как бы обращаемся ко всем, что необходимо транспортное средство парковать на оплатных автотаянках. Мария Кузьмичева, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. В этом году Подмосковью исполнилось 90 лет. В 1929-м ее образовали на месте московской губернии. Официальный день области – 6 октября. Этот праздник отметили в Доме правительства региона. В нем приняли участие звезды российской эстрады. А жителей, которые помогают делать область лучше, наградил губернатор Андрей Воробьев. Полный дом гостей. На праздновании 90-летия Московской области максимальная концентрация людей, развивающих регион. Политики, медийные лица, государственные служащие и те, кто отличились профессиональными заслугами. Глава региона поблагодарил гостей за самоотверженную службу на благо Подмосковья. Каждый город, каждый регион имеет свои символы и ассоциации. Подмосковье – это Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Это первая победа в ходе Великой Отечественной войны. Это священное место проявления героизма всего нашего народа. И, конечно, это передовые достижения в космосе, науке, экономике и промышленности. У нас тесные дружеские связи с Москвой. Мы развиваемся вместе, дополняя друг друга. В стороне в день рождения региона не остались близкие друзья Подмосковья. Поздравить с 90-летием Московскую область и ее жителей приехали мэр Москвы, полномочный представитель президента России в ЦФО, народные артисты России и руководители муниципалитетов. Я сегодня хотел бы поздравить всех наших жителей с таким знаменательным событием. Дата 90 лет Подмосковья – это красивая дата. У нас есть чем гордиться, нам есть чему радоваться. У нас огромные планы на перспективу. У нас масса задач, и я думаю, что все эти задачи будут выполняться. На этот юбилей можно и с пустыми руками. В этот раз подарки дарили гостям. Выдающиеся жители, меняющие жизнь региона к лучшему, получили награды разного достоинства. В преддверии праздника выдающиеся жители Подмосковья получили высшие награды региона. Звание «Почетный гражданин Московской области». Их присвоили заслуженному тренеру СССР и России Владимиру Максимову и десятикратной чемпионке мира Ирине Родниной. Выстрый юбилей региона отметили торжеством музыки и цвета. Гости Нового Иерусалима увидели яркий концерт на фоне картин в исполнении оперных и рок-музыкантов. В честь праздника 12 государственных музеев Московской области открыли свои двери для всех желающих. День учителя отпраздновали педагоги Люберецкого округа. Руководители учреждений и тех, кто отличился профессиональными заслугами, чествовали в инженерно-технологическом лицее. Поздравили виновников торжества ученики и представители власти. Учителем будущего его могли назвать 10 лет назад. Дмитрий Донецков преподает робототехнику и информатику, что очень захватывает сегодняшних школьников. Современные дети, они быстрые, они очень быстро все усваивают. Детям нравится конструировать, моделирование, конструирование, что-то собирать своими руками. Я учитель шестой год, у меня вообще техническая специальность до этого была, потом я проходил переквалификацию. Мне все это интересно, я сам развиваюсь. Дмитрий Павлович преподает в новом инженерно-технологическом лице. В его стенах учителя и воспитатели округа отметили свой профессиональный праздник. Слова благодарности и поздравления прозвучали в адрес те, кто вкладывает в детей не только знания, но и душу. Почетные гости торжества – депутаты Мособлдумы, председатель совета депутатов Люберец и глава городского округа. Люберецкое учительство – оно одно из самых мощных в Московской области. Это абсолютно правда, я за это вам говорю искренне спасибо. Я бы искренне хотел, чтобы именно ваши дети, люди в перспективе, профессионально славили и приносили славу нашим красивым, я скажу, именитым Люберцам в Люберецкой земле. В Люберцах образование детей лежит на плечах почти двух тысяч учителей и тысячи воспитателей. Лучшие из них удостоились награды. Ценные подарки и благодарственные письма получили 60 педагогов. За победу в конкурсе региональных инновационных площадок глава округа отметил коллектив детского сада «Родничок». Наш коллектив разработал проект, юные ученые, наши ребята, дошкольники участвовали в этом проекте. Мы получили грант 580 тысяч на материально-техническое обеспечение нашего детского сада. Наверное, это то творчество и талант наших воспитателей, которые хотят, чтобы наше молодое подрастающее поколение внедряло новые технологии. Для кого-то профессиональный праздник стал еще и днем исполнения мечты. Сертификаты на получение жилья вручили 10 педагогам. Для гостей торжества воспитанники творческих коллективов показали театрализированное световое шоу, вокальные и танцевальные номера. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Действительность приобщает школьников к изучению новых технологий. А секрет успеха прежний – это желание учиться и трудоспособность. Правда, уроки становятся продуктивнее, когда их ведет внимательный педагог. Робототехника везде нас преследует. И, в принципе, наша сейчас задача чуть-чуть к ней приблизиться и постараться познать, каково же это. В сельской школе номер 22 необычным предметом стала технология. Первый год здесь учится Илона Четырина. Переехала и с соседнего Томилина. С этого года мне очень понравилась наша технология, потому что появился новый кабинет «Точка роста». В нем есть компьютеры, разные конструкторы для развития. Мне кажется, очень продвинуты. Дроны, робототехника – чего тут только нет. Однако не за одну точку роста ребята полюбили технологию. Дружеский настрой, оптимизм и доверие. Такая атмосфера царит на уроках. В будущем Лера Белова хочет стать педиатром или авиадиспетчером. Перспективы девочка видит в глубоком изучении технологий, связанных с этими профессиями. Максим Сергеевич очень хороший учитель. Он понятно объясняет. У него есть такое чувство юмора, но оно не заходит слишком далеко. Например, какие-то шутки могут быть на уроке, но они не такие, чтобы веселый распущенный урок был. Иначе характеризовала учителя одноклассница Леры – Соня Воронина. Не торопится и никогда не злится на нас. А если у нас что-то не получается, то он нам еще раз объясняет. И мы пробуем еще раз, и у нас получается. Технология – не единственный предмет, который ведет в школе Максим Зубов. Есть еще два – история и общество знания. Всего пару лет назад этот учитель окончил исторический факультет в 2018-м. Стал магистром истории и краеведения. Предметом технологии я начал заниматься только с этого года. В принципе, тут выбор-то очень просто. Здесь я по возрасту самый такой молодой. Такое поколение называют поколением Z, с кнопкой на пальце, которая с технологиями очень быстро адаптируется. Небольшой обучающий курс во Владимире, и Максим Сергеевич приступил к практике на базе школы в Токарево. Своё призвание педагог почувствовал не сразу. Собирался заняться правом. Решающей стала работа в детском лагере. В лагере я понял, что это моё. Ну вот я хочу. А последующая практика в школе, ну она просто подтвердила моё убеждение, что вот я в этом нуждаюсь, мне это нужно. Я хочу учить. Школа не ограничивает занятий. Учеба продолжается и вне уроков. Если мы говорим про Илона Маска, то, например, у него в технологиях это те же самые робототехника. Те же самые, да, ну, монощупы или как их обозвать, которые, в принципе, в автоматическом режиме собирают то его машину Тесла, то его, да, космические корабли. Искренность, открытость и умение построить с ребёнком диалог – такими качествами обладают настоящие учителя. Дети улавливают всё и в Токарёве об этом не забывают. Анна Трояна, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Гимназия номер 16 отметила премии «Признание своих лучших педагогов». Уже пятый год накануне Дня учителя здесь поощряют талантливых преподавателей и выдающихся учеников. За какие заслуги полученные награды узнавала наша съёмочная группа? «Большая ежегодная премия гимназии «Признание» включает памятный знак, сертификат и денежное вознаграждение. Как сказала одна наша коллега, признание для нашей гимназии всё равно, что «Оскар» в мире кино». Русскому языку и литературе учат детей Елены Петрова. А в свободное от учёбы время становится заместителем начальника умного лагеря. В этом году родная гимназия впервые позвала ребят на интеллектуальные каникулы. Появился лагерь необычный. Учат там премудростям отроков, учат физике, русскому, алгебре. Премией «Прорыв года» награждена команда из 25 учителей. Благодаря их усилиям в феврале при гимназии заработал интеллект-центр. Дети после опроса, после этой смены сказали, что им мало. Четыре дня им нужно побольше, четыре недели. Плюс мы добавили предметы гуманитарного цикла, потому что в феврале у нас были только физико-математические, естественно, научные предметы. Здесь учащиеся получают олимпиадный уровень знаний. Так гимназия формирует Золотой фонд России. Инженером или программистом собирается стать Максим Бармашов. Увлекается 3D-моделированием, 3D-печатью и лазерными технологиями. В школе есть все необходимое. Проект, с которым я ездил на Олимпиаду, это был макет «Храм Преображения Господня», одного из символов нашего города Люберцы, который я делал на лазерном станке из фанеры с помощью моего учителя Ворнова Алексея Алексеевича. Премию «Признание» Алексею Воронову присудили в третий раз. Желание каждый день общаться с учениками и делиться своими знаниями называет главным в профессии учителя. У нас очень хорошие дети, а наша задача – заинтересовать их. Администрация помогает нам оборудованием. У нас самые современные в Московской области оборудования. В этой мастерской проходят уроки технологии. Знание алгоритмов позволяет школьникам творить настоящие чудеса. Сейчас он вначале начинает гравировать, то есть он вот так ездит в одну в другую сторону, попеременно включая мощность и получается изображение на фанере. Современная школа предлагает ученикам познать новый мир, но открыть в него двери и найти себя по-прежнему помогают учителя. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В Либерецком дворце культуры отметили День пожилого человека. Чествовали песнями и плясками старшее поколение, творческие коллективы округа. Слова благодарности и теплые пожелания высказали и представители власти. Яркие костюмы, красивая музыка и стихи собственного сочинения. На сцене лучшие люберецкие творческие коллективы. В этот день все внимание подарили тем, кого называют старшим поколением. Посмотреть концерт пришло немало пожилых людей. Ветераны Великой Отечественной войны и просто бабушки и дедушки. Многие из них прошли войну, терпели голод и лишения. Я искренне хотел бы пожелать всем вам добра, здоровья, долголетия, потому что вы этого заслужили. Присоединились к поздравлениям и депутаты Мособлдумы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. Я хочу вам сказать огромное спасибо не только за то, что вы сделали, но и за то, что вы делаете. Потому что самые активные наши помощники, самые активные наши и требовательные жители – это как раз люди старшего поколения. Гвоздем вечера стало выступление люберецкого героя, летчика, подполковника в отставке Георгия Новикова. Для него быть на сцене не впервой. В свои 96 лет он уверенно держится перед огромной аудиторией. Нынче встретишь, купить, полюбишь, а на завтра прилегать, улетать. В этот вечер овации в стенах люберецкого дворца культуры не стихали. Ведь понятия возраста не существует, пока молода душа. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Около тысячи зрителей собрались на люберецком стадионе «Урожай», чтобы насладиться фольклорным фестивалем «Народные потехи». Участники попробовали себя в плетении из лозы, изготовлении глиняной посуды, а также в кожевином и кузнечном деле. Концерт, катание на деревянных каруселях, разнообразные игры. Такие развлечения подготовили для гостей организаторы мероприятия. В этот день у нас программа немножко отличается от молодежной, как на всех наших таких мероприятиях массовых. Тут больше представлено такое народное творчество, мастер-классы, клубы исторической реконструкции, аттракционы, которые были раньше у нас на Руси. То есть такой развлекательный праздник для жителей нашего городского округа. Освоить азы разнообразных ремесел, послушать игру на гитаре, баяне и гуслях, выпить чаю самовара. На фестивале можно было найти занятия на любой вкус. Мне все понравилось. Русско-народная одежда. Это все очень красиво, все хорошо. Но кому наряды, а кому прикладные навыки? Как создать из ивового прута красивые изделия? Свою уникальную программу обучения плетению предложил Алексей Смирнов. Чтобы керамист на гончарном круге работал, кузнец тут же ковал, плетун, плел. Это большая редкость. И поэтому чем больше будет таких людей живых, на самом деле красит эту точку географическую не пространство, а люди. Понимаете? Люди красят пространство. Поэтому чем больше мы познакомимся, найдем таких людей, это значит, что в дальнейшем мы можем вместе делать какие-то проекты. В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Мероприятие направлено на то, чтобы сохранить образцы обрядового фольклора и сформировать эстетические вкусы у подрастающего поколения. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Уверенно держат в руках обручи и булавы. В Люберцах стартовал турнир «Юные гимнастки России». За семь соревновательных дней на ковер Дворца спорта «Триумф» выйдут 240 спортсменок из 70 городов страны. Изящно чертят в воздухе окружности и петли. На ковре Дворца спорта «Триумф» встретились лучшие гимнастки известных спортивных сообществ страны. Статус хозяек всероссийского турнира вновь достался люберчанкам. Округ ежегодно становится площадкой для проведения всероссийских соревнований по художественной гимнастике. Этот вид спорта здесь процветает. У нас есть спортивная школа Олимпийского резерва, где есть отделение по художественной гимнастике. И на сегодня у нас есть члены сборной команды России по художественной гимнастике. Участницам турнира не больше 12, но за плечами у них большой спортивный стаж. Дружбу с лентами и обручами они начали в раннем детстве. И теперь в ритме танца движутся к кульминации своей гимнастической карьеры. Я хочу ездить много на соревнования. Ну и почаще занимать пятистальные места. Турнир «Юные гимнастки России» даст возможность лучшим спортсменкам показать себя на еще одном масштабном состязании. Его победители получат путевку на первенство России по художественной гимнастике. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи на канале ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин